Преступный рецидив житель Балхаша за полгода угнал две машины. Весенний набор. Больше сотни балхашцев отправили в армию. Народные советы. Как бросить курить. Житель Балхаша угнал две машины за полгода. За первое преступление мужчина получил ограничение свободы. Сегодня суд сменил наказание на реальный срок. На скамье подсудимых сегодня 22-летний Балхашец. За последние полгода перед судом он предстал второй раз. В ноябре 2017 его судили за угон машины. Тогда парень получил ограничение свободы на два с половиной года. В течение этого срока он должен был отмечаться в службе пробации и не покидать пределы города, также не нарушать закон. Однако молодой человек за несколько месяцев не один раз был задержан в нетрезвом виде, получил шесть предупреждений от правоохранителей, а в марте этого года снова угнал машину. Полицейские отправили дело в суд за все нарушения. Суд оставшийся срок ограничения свободы два года и один месяц заменил на реальный срок в учреждении средней безопасности. Сейчас на учете в службе пробации состоит больше 180 балхашцев, которые на постоянном контроле полиции. С начала года десятерым из них вместо условного срока и ограничения свободы суд назначил в тюремное заключение. Нарушителей посадили на сроки от четырех месяцев до трех лет. Данными осуждениями были совершены административные правонарушения в виде распития алкогольных напитков в общественных местах и появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также осуждениями были совершены повторные преступления. Больше сотни балхашцев отправили в армию. По итогам весеннего призыва негодными к службе оказались меньше 10% призывников. Этой весной повестки в армию получили 1200 балхашцев. Больше тысячи уже прошли медкомиссию. Среди них 86 человек не прошли на службу. Из тех, кто годен, 115 человек уже отправили отдавать долг родине. Остальные получили отсрочку по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам и на время учебы. Больше 60 призывников отправили в Министерство обороны. Еще двое попали в государственную охрану. Девять балхашцев пополнили ряды нацгвардии. Туда же в ближайшее время отправят еще больше 50 человек. Требования нацгвардии. Рост не ниже метра 70-170 сантиметров. Затем не имеющие судимость. Образование не ниже среднего или средне специального. И чтобы близкие родственники не были также судимыми. Потому что части режимные. Охрана общественного порядка. В Балхаша почтили память жертв политических репрессий. Молодежь города посвятила жертвам трагических лет минуту молчания и возложила цветы к монументу Секина Сифулина. Жертвами репрессий в 30-е годы стали больше 4 миллионов человек. Около 500 тысяч были расстреляны, остальные осуждены на длительные сроки. Среди арестантов были представители разных слоев населения. Общественники, государственные служащие и деятели искусства. Попал в их число и Секин Сифулин, чье имя сейчас носит школа-гимназия номер 7. Школьники подсели память великого казахского писателя и прочитали строки из его произведений. Секин Сифулин тоже попал под политические репрессии. Это было несправедливо. Я считаю, что его действия в те времена были не напрасны, ведь мы сейчас живем в независимой стране, как он и мечтал. А в городском музее в память трагических событий прошлых лет проходит выставка. На экспозиции представлены списки заключенных, остатки Балхашлага и вещи незаконно осужденных людей. Подробности в материале Акмар Алхасины. Кирпичи и оконные решетки Балхашлага – немые свидетели трагических лет. За 20 лет лагерь прошли 10 тысяч заключенных, депортированных с разных уголков Советского Союза. В Балхашском музее сохранились списки арестантов, сотни фамилий людей разных национальностей и профессий. Деятели искусств, госслужащие и активисты. Часть из них были расстреляны как враги народа, в том числе 47 балхашцев. Цемь этих ображений лагерей, чтобы обеспечить справедливости этих объектов, так называемые, сталинскими справедливости, дешевые рабочие силы. Даже в то страшное время, в условиях лагеря, люди не теряли тягу к прекрасному. Среди музейных экспонатов – скрипка, которая принадлежала литовцу. Гармонь осталась от заключенного чеченца. Скрипка и гармонь осталась как память о заключенных Балхашлага. В те годы свободное от работы время заключенные могли проводить культурные мероприятия. Играли на инструментах, кто-то рисовал. Это фотографии незаконно арестованных балхашцев. Начальника строительства Балхашского комбината Василия Иванова арестовали в 1937 году за антисоветскую деятельность. В 1938 году его вместе с командой строителей расстреляли. Только в июне 1956 года имя Василия Иванова было реабилитировано посмертно. В те времена под расстрел попадали целые команды арестованных людей. Среди них и команда Василия Иванова. Вместе с ним в 1938 годы расстреляли и людей в его подчинении. Такие были правила в период репрессии. Посмотреть на экспонаты своими глазами можно в 10 утра в городском музее. Выставка продлится до 3 июня. На этой неделе в мире отмечают Международный день отказа от курения. 30 лет назад дату ввела Всемирная организация здравоохранения. Чтобы напомнить людям о тяжелых болезнях, которые вызывают употребление табачных изделий. Сильную зависимость у людей вызывает никотин, который содержится в сигарете. Это токсичное вещество день за днем отравляет организм. Как завязать с пагубной привычкой, свои методы предлагают балхашцы. Народные советы в рубрике «Глаз народа». Орешки есть, кушать. Все. Ну, когда есть охота, больше кушать. Вроде все. Ну, продаются всякие пластинки, жвачки, таблетки есть. Для бросания курения. Если сила воли есть, тогда бросите курить. Сила воли не будет не бросить. Все от человека зависит от самого себя. Сначала электронные сигареты. Браво. А потом как-то уже привык. У меня один приятель взял, сказал, я не буду курить с завтрашнего дня. Что-то поругали его или что-то было. Бросил сигарету. И все, и до сих пор пять лет не курит. Курить бросить все могут, но не все хотят. Вот так. Кого-то пугала болезнь. Кого-то... Ну, кто-то решал для себя, что здоровье все-таки надо беречь. Никаких там электронных сигарет, таблеток и все такое. Не режимы. Просто захотел, бросил. Жвачку пожуешь, да и все. Это все новости на сегодня. До встречи на Оркен Медиа завтра в 20.15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова